В понедельник регион с рабочим визитом посетил первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Евгений Громыко. Гостю решено было показать все самое лучшее, потому привезли федерального чиновника в Гаврилово-Посадский район. Здесь, в селе Ирмис, раскинули владения группы компании «Риад». В животноводческом комплексе только одних коров, тысяча голов, а есть еще лошади и овцы. Кое-кому в этот день посчастливилось поесть из министерских рук моркови. Они в первую очередь выбирают морковку. Я смотрю, видите, вот, морковку. Молодец. Коровам нравится. Все говорят, курорт для коров. Такая корова нужна самому. Животные здесь невероятно умные, как и техника. Процесс доения почти полностью автоматизирован. Преимущество нашего комплекса первое – это у нас роботизированная дойка идет. У нас слово «доер» не то же. Коровы доят роботы. И плюс еще коровы сами заходят. 95% коров сами заходят в робот и доятся. Коровы приходят к роботу. Сначала машина сканирует животное и определяет, пора ли его доить. Если нет – выгоняет. Если пришло время – специальные щупальца присоединяются к вымене. Процесс получения молока запущен. А эти животные не только умны, но и невероятно красивы. Только два завода в стране – Гаврилово-Посадский и Юрьев-Польский – занимаются разведением и сохранением породы «Владимирский тяжеловоз». Замминистр даже назвал местных владельцев меценатами и пообещал в программах господдержки про это не забыть. Высокоорганизованное животное. Я был несколько лет возглавлял Федерацию конного спорта Краснодарского края. У меня были другие – стройные арабы, верховые, скаковые и так далее. Поэтому сегодня был, конечно, впечатлен, поражен. А далее гость отправился посмотреть, как в Иванской области собирают кукурузу и готовят к реализации урожая моркови. Этот овощ в нынешний год особо плодороден. С одного гектара собрали 61 тонну. Для сравнения, в прошлом году на аналогичной площади выросло лишь 45 тонн. «Мы реализуем в нашей сети, в нашей организации, в Риатовской сети. И через посредников реализуем в сети Московской, Владимирской области и нашей Ивановской, конечно». Нельзя было похвастаться перед заместителем министра, разве что тепличными культурами. Но нужно отдать должное. По проблеме местные чиновники не умолчали. «Конечно, вот эта ситуация с провалом, с тем, что происходит на тепличном комбинате, жаль, конечно, но, очевидно, он уже изжил себя. В нашей экономике уже неэффективно. Нужно выходить на круглогодичное производство, только тогда будет экономика. Вы все-таки не Сочи и даже не Воронеж, поэтому здесь меньше световых дней, ниже температуры. Поэтому здесь работать должны только высокоэффективные тепличные комплексы». Вероятно, реанимировать тепличные не удастся, но немногие знают, что в Иванове уже есть другая теплица. Прямо в областном центре Риад пробует вырастить салатные культуры, или, как говорят в народе, зелень, в небольшой теплице с искусственным освещением. Инвестпроект одобрен. К концу года продукция появится на прилавках магазинов. «Если не будет никаких непредвиденных сложностей, а пока мы их не предвидим, то уже мы с Владимиром Дмитриевичем обсуждали развитие этого вида тепличного производства. Здесь, на Гаврилово-Пасадских землях, в уже достаточно промышленных масштабах, порядка 4-6 гектаров закрытого грунта для начала. Ну, а там как пойдет». Осень для сельского хозяйства – время итогов. Что посеешь, то и пожнешь. В целом год урожайный. Три по 150 охарактеризовал наш регион замминистр Евгений Громыко. Пожали 150 тысяч тонн зерна. Собрали 150 тысяч тонн картофеля. Коровы произвели 150 тысяч тонн молока.